Часто в основе таких чувств, как зависть и мстительность, лежит представление о несправедливом устройстве мира. Некоторые думают, что мир устроен несправедливо. Вот тому же везет, да? Он богатый и здоровый. А мне не везет, я бедный и больной. Вот мир несправедлив, надо устанавливать справедливость. Но, Торрович, если тебе только кажется, что на самом деле мир устроен справедливо, в нем нет случайностей. Нет ничего такого, что не находилось бы под контролем Бога. Правда? Даже самые страшные вещи, которые происходят с нами, происходят под контролем Бога. Откуда мы знаем из какой книги? Из книги Иова, да? Из книги Иова мы знаем, что с Иовом случились страшные вещи, но, несмотря на это, все было под контролем Бога. И когда нужно, да, Бог восстановил его. Причем восстановил с избытком. Помните, мы говорили, всего двое больше, получив Иов. Хорошо. Итак, нету несправедливости, потому что в конечном счете есть справедливость высшая. И если тебе кажется, что ты какие-то несешь незаслуженные наказания, то в действительности это происходит либо для испытания тебя, либо для твоего возрастания. То есть, Бог знает. И я вам скажу, что Бог всегда, если Он наказывает человека, вот некоторые говорят, это несчастье произошло, как наказание Божие. Да? У меня были такие случаи, когда Бог меня наказывал, и я конкретно знал, что это действительно наказание Божие. И конкретно я знал, за что. Если человек не знает, ну Иов, например, не знает, да? Но для чего это было? Для славы Божьей. Как вот то, что было, помните, с одним человеком, почему, говорит, его родители согрешили, или кто, да? Но это было сделано для славы Божьей. Для испытания Иова. Для того, чтобы он встал на новую ступень. Чаще всего, кажется, вам, когда очень плохо, то это Бог просто готовит вас для того, чтобы вы перешли на новую ступень отношений с Ним. И это нормально. Вот. Но человек часто хочет чего-то нового, чего-то другого. У одного служения я тоже хочу быть пророком. Или я хочу быть таким-то. Вот. Это неправильно. Потому что каждый Бог ставит на то место, да? Некоторые вот женятся, говорят, не знаю, вот. А вдруг моя суженая, вот она не здесь, где-то живет во Франции. Знаете, если ты родился здесь, то та женщина, которая для тебя предназначена, она тоже будет здесь. А если она во Франции, то окажется так, что ты окажешься во Франции. Или она окажется здесь. Вы понимаете? Никогда нельзя говорить о упущенных возможностях. Вот, если бы я был молодым, то я бы сделал вот совсем по-другому. Знаете, если бы ты был молодым, и если бы ты находился в тех обстоятельствах, ты поступил бы точно так же. Так что ни в коем случае не должны быть никакие сожаления. И видите, часто мы завидуем от того, что мы смотрим на других людей. Надо смотреть прежде всего самого себя. Вникать прежде всего самого себя. Правда? И тогда Бог показывает тебе намного лучший путь, чем тот, который кажется для тебя привлекательным. И часто бывает важен не предмет, а статус, к которому он прилагается. Например, не машина, а уважение в глазах окружающих. Когда они видят тебя за рулем этого престижного автомобиля. Там я там был барышечка, простой заводской. И черный бумер, черный булмер под окном катается, да. И девкам очень нравится. Понятно, для чего ему был нужен этот черный бумер, да. И он пошел в рэкетиры для того, чтобы, так сказать, стать таким вот для девушек привлекательным человеком. Хотя он мог поступить по-другому и тоже быть привлекательным для девушек. Хорошо. Иногда причиной этой зависти является тем, что нам не хватает самоуважения. Самоуважение или комплекс неполноценности. И нам кажется, что вот без чего-то у нас вот просто вот... Если я не буду так вот одеваться, если я не буду так вот... Ну, я вообще ни на что не гожусь. Это совершенно неправильно. Если у меня не будет такая вот квартира, я вот не могу. Я не могу работать, если у меня не будет такого компьютера и так далее. То есть часто это комплекс неполноценности. Вот я такой, обиженный Богом и обиженный природой, да. И еще это бывает часто глубоко скрытый недостаток любви к нам самим. Как вы думаете, Тора учит, кого в первую очередь мы должны любить? Бога. Во вторую очередь, кого мы должны? Себя любить. А в третью очередь мы должны ближнего любить. Потому что если мы не любим Бога, мы не будем любить Бога, который в ближнем. Но если мы будем бить ближнего, как самого себя, а себя не сильно любим. Понимаете, эгоист, это неправильное пределение, если говорят, эгоист это тот, кто любит самого себя. Эгоист это тот человек, кто зафиксирован на самом себе. Если человек ненавидит самого себя, знаете, есть такие люди. Он тоже эгоист. Центр его находится не на Боге, не на людях, а на нем самом. Поэтому вы должны понять, что мы не можем любить другого, если мы не любим себя. Если мы мало себя любим, мы мало любим и ближнего своего. И это нормально. Так нас Бог запрограммировал, и такое мы есть. Мы не можем отдать кому-то то, чего мы не имеем. Если мы не имеем любви, значит мы должны просить этого Бога. И это естественно, и это нормально. И мы не должны пытаться становиться такими, как кто-то. Копировать кого-то. Ну, маленькие дети, они как-то копируют своих отцов, да, ходят так. Да, но это дети, это понятно, это процесс обучения. Но когда человек становится взрослым, мы должны быть самими собой. Мы все разные. И был такой Рав Зуся или Рав Зуча. Это был довольно странный такой Равин. Некоторые считают его, типа, как деревенского дурачка. Но в действительности он высказывал очень глубокие и мудрые мысли. И он говорил, я не боюсь, что в высшем суде меня спросят, почему ты не был таким, как Машар Абейн. Ведь я не родился, чтобы быть им. Я боюсь другого вопроса. Почему ты не был таким, каким мог быть Рав Зуча? Значит, Арызаль или Ицхак Лурия, который жил в Цфате около 400 лет назад, писал. Никогда никому не завидуй. Если кто-то другой одарен больше тебя, значит, он работал над своими способностями много лет. Или даже много предыдущих жизней. Ну, он кабалец был, да? Другими словами, что тот, кто хочет сравняться по уму и таланту с гением, должен потратить не меньший сил и времени на свое развитие. Каким образом выполнить заповедь не желать? Человеку свойственно стремиться к тем вещам, которые он считает, доставит в удовольствие. При условии, что цена, которую он заплатить готов, не кажется ему высокой. Ну, если мы знаем, что за что-то надо платить, да? Мы... это уже становится менее привлекательным. Если мы знаем, что цена за наркотики, она очень велика, да? Намного выше, чем удовольствие, которое получается, то оно станет менее привлекательным. То есть, часто бывает что-то нам привлекательное, потому что мы не знаем этому настоящую цену. Многие хотят быть богатыми. Ну, значит, чтобы быть миллионером, это тоже надо большую цену платить. Это надо посвятить себя деньгам. Деньги хорошо в меру. Помните, как сказано в притчах? Чтобы ты не был сильно богат и не был слишком беден, да? Если ты будешь богат, то ты возгордишься и скажешь, что все это богатство от меня. Опять, я уже говорил, в субботу я не против мерседесов, да? Но есть верующие, которые гордятся своими и говорят, ну, у тебя, наверное, плохие отношения с Богом, раз ты не так вот не имеешь того, что я. И запрещено человека не только завидовать, да, но и вводить человека в грех зависти. То есть, хвастовство – это что? Это такой же грех, как зависть. И может быть, даже еще больше. Потому что, когда ты хвастаешься, ты что делаешь? Ты грешишь, да? Вот поэтому говорят. Я бедный, старый, больной еврей. А если я скажу, богатый я, богатый, сильный, крепкий еврей, люди начнут мне завидывать, да? Вот, чтобы этого не было. Значит, евреи всегда стараются, чтобы не возбуждать в людях зависть. Но это в интересах еврейской безопасности всегда было, правильно? Вот. Хорошо. И последнее. Это утверждение Равина Шемшона Рафаэля Гирша. Оценивай свою жизнь не потому, сколько ты приобрел, а потому, сколько добрых дел ты совершил. Теперь я очень коротко расскажу. Мы с вами уже немножко разбирали, когда не было электричества. Я давал здесь список. Семь законов потомков Ноя. Это 229 заповедей Торы. Некоторых у вас есть этот список, да? И мы говорили, что законы Ноя, они действительны для всех людей, да? И законы Торы, 613 заповедей, они есть расширенное понимание 10 заповедей. И вот получается, что 229 заповедей Торы, в прошлом году мы считали, да? Сколько там заповедей Торы идет на храмовое служение, да? Примерно половину. Потом 229 заповедей Торы. Они и для евреев, и не евреев, да? И получается где-то около 70 заповедей, которые относятся только к евреям. Заповеди храмового служения мы прямую не можем выполнить, правильно? Вот, заповеди те же, что для Ноя, они обязаны и для евреев, и для не евреев. Только для евреев это что? Более строгое. Более строгое выполнение этих заповедей. Не держится. Так, вот посмотрите, значит, в отношении заповедей, да? Значит, 229 – это все заповеди. Вот, предписывающие веру в единого Бога, запрет, идолопоклонство – это 56 заповедей. Уважение Бога, запрет, богохульство – 77 заповедей. И есть предписывающие, и есть запрещающие. Есть более важные, есть менее важные, да? Ну вот, например, если мы говорим об уважении Бога и запрет богохульства, то что относится к предписывающим? Обязательные. Дворим 18-15. Слушаться пророкам. Шмот 22-24. Одалживать деньги бедному. Почему одалживать деньги бедному? Относятся к заповеди уважения Бога. Да, потому что если ты не любишь Бога, ты не любишь бедного. Бог создал богатых и бедных. Не может быть, как вот некоторые пророки тут ездят и говорят, что будет всем миллионерам. Не может быть общество миллионерам. Такого Бог не допустит. Вы понимаете, не допустит. Потому что те, кто богатые, должны помогать бедным. И это их митзва. Я помните, когда говорил о десятинах в субботу, в одну из суббот, я говорил, что богатый должен больше давать, чем десятина. Если будет богатый давать только десятина, он будет бедным. Как все мы. Потому что богатому Бог дал особое помазание. Зарабатывать не только для себя, но и для общины верующих. Опять же, закон вер и весов. К этому относятся. Видите, давать пожертвования бедным. И так далее. То есть, это могут быть предписывающие митзвот, уважение к Богу. Запрещающие не проклинать великое имя его. Нельзя нарушать произнесенную клятву. Не клясться попусту. Не осквернять имя Бога. Мы уже об этом говорили. Не притесняйте вдову и сироту. Не давать дурного совета. Есть желательные. Желательные. То есть, они для евреев все обязательные. Да? Но есть желательные заповеди. И есть возможные. Значит, помните, мы говорили, есть герей Ташау, да? И герей Цедек. Герей Ташау, они выполняют всем заповеди иное. А герей Цедек еще выполняет добровольно дополнительные заповеди. Вот к желательным относятся не бояться юридиков во время войны. Не испытывать обещания и предупреждения Бога. Не употреблять виной крепкие напитки перед тем, как войти в святилище или давать решение относительно закона Торы. Не запаздывать с выполнением обета данного Бога. Но я считаю, что рожденные люди, они, рожденные свыше люди, они что, должны выполнять тоже эти заповеди? Здесь говорится о людях вообще. О людях вообще. Вот. Не нарушать устное обязательство, данное даже без клятвы. Не есть и не пить с излишком. Поэтому это второзаконие Дворим, 21 глава, 20 стих. Видите, это заповедь, казалось бы, отношения к физическому телу твоему. Но это заповедь что? Относительно уважения к Богу. Ну, она не является обязательной, но, видите, она является желательной. Потому что обжора и пьяница, они наказываются одинаково. Одинаково. И так далее. Не лишать жену пищи, одежды и супружеской близости. Не быть сплетником. Не испытывать ненависти к своему брату. Не проклинать судью. Возможный. Возможный. Не делать надрезы на теле. Или делать различные, как у нас делают эти пипсинги. Всякие, это тоже относится к той же группе. Вот. Не оставлять тело повешенного преступника на ночь. Не сженать полностью край поля, чтобы оставить бедным. Не подбирать оставшиеся отжатвы. Ну, ты не лишишься, царство Божье, если не выполнишь эти заповеди, да? Ну, выполнить их неплохо было бы. Хорошо. И есть в Айкра 25 глава 37 стих. Не давать взаимы под проценты. И дворим 23 глава 20 стих. Не брать в долг под проценты. Когда мы будем говорить о процентах, я буду говорить более подробно в теме о бизнесе. И так далее. То есть, я сейчас этот весь список не буду вам перечислять. Но я хотел бы, чтобы у вас этот список был. И чтобы вы его тоже принимали к сведению. Ну, вот седьмое заповедь назначения судей. Обязанность создать справедливую судебную систему. Посмотрите, что там у вас записано. Там, где предписывающий МИЦВОД. 175-й МИЦВОД по номеру. Пожалуйста. Посмотрите внимательно. Там, где всем заповедей Ноха. Там всем заповедей Ноха. Седьмая заповедь у вас. Назначение судей. Обязанность создать справедливую судебную систему. 33 заповеди. Предписывающий МИЦВОД 18. Обязательный 6. Номер заповеди по Рамбаму 175-го. Прочтите. Да, да ладно, что вы хотели спросить. Вы это уже куда-то говорили 25-й МИЦВОД. Да. Сейчас. Потому что там есть. Если вы не брать. Ночевой экран. Может быть, я ошибся. Хорошо. Итак, нашли. Там написано следуй за большинством. У вас. Ну, в действительности, это заповедь. Не следуй за большинством. Это просто сделали, переменили немножко заповедь. Не следуй за большинством на зло. Не решайте аж бы, отступая по большинству от правды. Исход 23.2. Нашли? Шмот 23.2. А там написано следуй за большинством. То есть, они трактуют так. Не следуй за большинством на зло, но следуй за большинством на добро. Это заповедь специально сделан для Раввинов. Они переменили немножко это. Чуть-чуть покривили. Список очень хороший. Взят он с сайта www.hatikva.dn.farlep.net. Можете пойти на этот сайт и посмотреть внимательно там. То есть, мы говорили здесь о заповедях каких? О заповедях действительных. Как для евреев, да? Так и для неевреев. Хорошо. Теперь мы будем говорить о частных случаях. О частных случаях. И говорить о... Напишите тему. Трудовые отношения. Тора, да? Трудовые отношения. И бизнес. Тора. Трудовые отношения. И бизнес. Когда Тора говорит о трудовых отношениях, то употребляется обычно три термина. Обычно три термина употребляются. Ават, Поэль и Сахир. Ават означает раб.